Здравствуйте! На канале Эфир 24, программа «Суть дела» и я, ее ведущий и автор Григорий Тинский. В мае нынешнего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провел заседание Государственного Совета России, посвященное проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Путин напомнил, что ЖКХ – это социально ориентированная отрасль, и тарифы должны находиться под государственным контролем. «Нельзя допускать резкого и неоправданного увеличения платежей за жилищно-коммунальные услуги», – сказал он. Вот как президент страны определил проблемы современного ЖКХ в России – непрозрачность финансовых процедур, коррупция и кумовство. Не знаю, бывал ли Путин в славном городе Агрызи, но эти сказанные им слова очень четко характеризуют Агрызский синдром. В июне нынешнего года президент Татарстана Рустам Нургалевич Мениханов на совещании, посвященном подготовке Республики к отопительному сезону, подверг резкой критике деятельность директора Агрызских тепловых сетей и депутата городского совета Марата Валиулина. Серьезного внимания и оценки требуют шаги по передарче ресурсоснабжающих организаций лицам, приближенным к руководителям муниципальных районов, что уже приводило к резонансным последствиям. Нельзя допустить повторения событий в Агрызе, когда 19 тысяч граждан остались без горячей воды. Дальнейшие события показали, что бизнес депутата Валиулина действительно расцветал при благосклонном внимании и опеке бывшего главы Агрызского района господина Габбасова. Предприятие «Теплосбыт» и Агрызские тепловые сети под контрольные Валиулина исправно собирали деньги с потребителей их услуг, забывая, правда, рассчитаться с «Газпромрегионгазом» за поставленный им газ, но аккуратно перечисляли средства на личные счета Валиулина и аффилированных с ним компаний. В результате газовики совершенно обоснованно прекратили поставку топлива в Агрыз, требуя возвращения долга, достигшего суммы, приближающейся к миллиону евро. Учрежденные Валиулиным многочисленные фирмы сосредоточили в своих руках все теплоснабжение этого не самого, прямо скажем, крупного в Татарстане города. Умышленно запутанная этим великим комбинатором схема финансовых связей, сдача в аренду собственных котельных по совершенно непомерной цене и прочие финансовые чудеса поставили Агрыз на грань жилищно-коммунальной катастрофы. Все это привело к совершенно закономерной отставке главы района Габасова, без ведома которого такое положение, конечно же, сложиться не могло, и возбуждению уголовного дела, которое принял к производству Следственный комитет по Республике Татарстан. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. У господина Габасова есть все шансы быть привлеченным к уголовной ответственности, поскольку феерическая жилищно-коммунальная вакханалия в Агрызе происходила при непосредственном участии фирм, соучредителями и руководителями которых был не только Валиолин, но и сын бывшего районного главы Тимур Габасов. Чедолюбивый градоначальник не оставил без куска хлеба и дочь свою Гузель. Талантливая девушка, будучи соучредителем сразу двух коммерческих структур, проживает в далеком городе Лондоне, на туманных Британских островах, и в связи с отдаленностью от города Агрыза перепоручила руководство этими структурами своему отцу. Так она сама объяснила в письменном виде управлению по вопросам антикоррупционной политики при президенте Рустаме Миниханове, продолжая пребывать на территории Соединенного Королевства. Что удивительного в этой детективной истории, так это сколько, оказывается, денег можно выкачать из маленького провинциального городка с населением менее 20 тысяч человек при наличии административного ресурса, отсутствии совести и безграничной жадности. Ну а суть этой истории прекрасно сформулировал товарищ Сааков, коллега господина Габасова из всеми любимого кинофильма «Кавказская пленница». Не надо путать свою шерсть с государственной. Это была программа «Суть дела» и я, ее ведущий и автор Григорий Тинский. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...